Стихотворение Весна и Я Родился в 1906 году и скончался в 1956 году. Это азербайджанский советский поэт, драматург и общественный деятель. Первая публикация Самет Вургуна, стихотворение «Обращение к молодежи» вышла в 1925 году в тифлийской газете «Новая мысль». Первая книга поэта вышла в 1930 году «Клятва поэта». В 1936 году Самет Вургунд переводит роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» на азербайджанский язык. И за этот перевод был награжден Пушкинским комитетом медалью Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы познакомимся с стихотворением «Весна и я». Это отрывок. По желанию, ребята, можете найти полность стихотворения и прочесть его. «Весна пришла. В наш край пришла весна. Я рано пробуждаюсь, не до сна. Затем, что в сердце всем желанием тесно. Они зовут туда, где даль ясна. Весна пришла. Мир заново она творит. Земля тепла и зелена. А мы цветам, как детям в день рождения, Хорошие находим имена. Природа любит, словно мать людей, Их наделяя мудростью своей. Но ведь она стара. Нам надо сделать все, что отныне и под силу ей». Как вы думаете, ребятки, к чему призывает нас поэт в своем стихотворении? Почему он считает, что не все под силу природе? Какой призыв вы услышали в строчках стихотворения, ребята? Правильно. Автор призывает беречь и охранять природу, Заботиться о ней и не наносить вред природе. Следующее стихотворение, с которым мы с вами познакомимся, Это стихотворение «Подснежник» на страничке 129. Стихотворение «Подснежник» написала Динаида Николаевна Александрова, Которая родилась в 1907 году и скончалась в 1983. Это русская советская поэтесса и переводчица. Зинаида Александрова, автор около 70 поэтических произведений для детей, Детские произведения автора неоднократно переиздавались, Вошли в хрестоматии, были положены на музыку и стали песнями. Дебют поэтессы в детской литературе относится к 1930-1931 годам. В 1930 году написала ставшую популярной детскую песенку «Ветер на речке». После этого стала писать для детей. Сегодня же мы познакомимся с стихотворением «Подснежник». У занесенных снегом кочек под белой шапкой снеговой Нашли мы синенький цветочек, полузамерзший, чуть живой. Наверное, жарко припекало, сегодня солнышко с утра. Цветку под снегом душно стало, и он подумал, что пора. И вылез. Но кругом все тихо, соседей нет, он первый здесь. Его увидела зайчиха, понюхала, хотела съесть. Потом, наверное, пожалела. Уж больно тонок ты, дружок. И вдруг пошел пушистый белый, холодный мартовский снежок. Он падал, заносил дорожки. Опять зима, а не весна. И от цветка на длинной ножке лишь только шапочка видна. И он, от холода синее, головку слабую клоня, сказал, «Умру, но не жалею, ведь началась весна с меня». Ребята, какие чувства вы пережили, слушая это стихотворение? Попробуй открыть тайну стихотворения, что хотела сказать нам автор. Читая это стихотворение, ребятки, наверняка у вас возникла какая-то печаль, грусть от того, что бедному маленькому цветочку одиноко и холодно под снегом. Он думал, что наступила весна, но на самом деле пошел снег, которого он не ожидал. И он остался под снегом. Подснежник, выросший слишком рано, как было написано в стихотворении, «Соседи нет, он первый здесь», погибает. И он от холода синее, головку слабую клоня, сказал, «Умру, но не жалею, ведь началась весна с меня». Читая стихотворение, можно представить, как там холодно, снег колючий, страшно, никого вокруг нет, очень становится жалко цветок, хрупкий, замерзший, испуганный. Подснежник, снежный, гордый, хотя и слабый, подснежник, преодолевая свой путь от рождения до смерти, продолжает верить, что подарил радость. Можно это сравнить с человеком, преодолевающим жизненные преграды, сохраняет радость жизни и чистоту души. Также, ребятки, это стихотворение является познавательным для нас. Мы узнаем, что подснежник – самый ранний весенний цветок. И даже узнали о том, что зайчиха может его съесть. Учит он нас сострадать цветку. И, может быть, мы не будем срывать его при встрече. Основная мысль стихотворения – это маленький цветочек победил зиму. Ну а мы, ребятки, переходим к грамматической части нашего урока «Именительные и винительные падежи имен прилагательных множественного числа». Посмотрите, пожалуйста, на доску. Давайте-ка, ребятки, с вами определим основу каждого предложения и ставим пропущенное окончание. В зимние сумерки сова вылетает на охоту. Кто? Сова. Верно. Сова что делает? Вылетает. Правильно. В зимние сумерки. Во что? В сумерки. Сумерки какие? Зимние. Так как у нас существительные сумерки находятся в винительном падеже, значит, и прилагательное, которое к нему относится, тоже стоит в винительном падеже. Далее, ребятки, на землю спустились зимние сумерки. Что? Сумерки. Сумерки что сделали? Спустились. Сумерки какие? Зимние. Окончание «и». А раз у нас существительные сумерки стоят в именительном падеже, то и прилагательное, которое к нему относится, тоже в именительном падеже. Далее, легкие снежинки медленно опускались на крыши домов. Что? Снежинки. Снежинки что делали? Опускались. Снежинки какие? Легкие. Раз у нас снежинки – это подлежащее, значит, это именительный падеж. А раз существительное у нас стоит в именительном падеже, то и прилагательное, которое к нему относится, тоже будет в именительном падеже. Следующее предложение. На легкие снежинки упал луч солнца. Что? Луч. Луч что сделал? Упал. Упал куда? На что? На снежинки. Какие снежинки? Легкие. И раз у нас снежинки в именительном падеже, то и прилагательное, тоже в именительном падеже. На что мы с вами должны обратить внимание, ребята? Вроде бы и в именительном падеже, и в винительном падеже прилагательные отвечают на один и тот же вопрос. Какие? И имеют одинаковое окончание «и». Но по какому признаку мы с вами их различаем? Правильно. Мы смотрим, является ли, относится ли наше прилагательное к подлежащему. Если относится к подлежащему, значит, это именительный падеж. А если не относится и является второстепенным членом предложения, значит, стоит в винительном падеже. Именительные и винительные падежи прилагательных множественного числа отвечают на один и тот же вопрос. Какие? И имеют окончание «ы» или «и». Например, «красивые», «зимние». Как можно проверить окончание имени прилагательного и быть уверенным в правильности? Какие окончания встречаются у имен прилагательных в винительном и именительном падежах множественного числа? Для этого, ребятки, давайте-ка мы с вами выполним упражнение номер 293. Откройте, пожалуйста, страничку 131. 293 упражнение. Нам говорят, спешите в каждом предложении, подчеркните главные члены предложения. Укажите падеж прилагательных и выделите окончание. Первое предложение. В лесу на полянке появились красные ягоды. Что ягоды? Ягоды что сделали? Появились. Ягоды какие? Красные. Итак, ребятки, раз наше прилагательное относится к подлежащему, значит, это какой падеж? Правильно, именительный. Ребята в лесу собирали красные ягоды. Кто? Ребята. Ребята что делали? Собирали. Ребята собирали что? Собирали ягоды. Какие ягоды? Красные. Верно, ребятки, в этом случае уже у нас именительный падеж. В шкафу лежали чайные чашки. Что? Чашки. Чашки что делали? Лежали. Какие чашки? Чайные. Значит, ребятки, это у нас будет какой падеж? Верно, именительный. Следующее предложение. Хозяйка подала на стол чайные чашки. Кто? Хозяйка. Хозяйка что сделала? Подала. Какие чашки? Чайные. Верно. В этом случае наше прилагательное стоит в винительном падеже. Молодцы, ребятки. Следующее упражнение. Упражнение номер 295 на страничке 131. Нам говорят, напишите по памяти стихотворение Сергея Есенина. Укажите падеж прилагательных и выделите окончание. Задремали звезды золотые, задрожало зеркало затона. Прежит свет на заводе речные и румянит сетку небосклона. Где здесь у нас прилагательное? Задремали звезды золотые. Какие звезды? Золотые. Звезды что сделали? Задремали. Значит, в этом случае существительное звездо у нас является подлежащим. А раз это подлежащее, тогда и прилагательное, которое к нему относится, будет стоять в именительном падеже. Далее. Задрожало зеркало затона. Здесь у нас нет прилагательного. Брежет свет на заводе речные. На какие заводе? На речные. На что? На заводе. Значит, речные у нас в венительном падеже. И румянит сетку небосклона. Молодцы, ребята! Вы замечательно справились с данным заданием. Итак, делаем вывод, что прилагательное в именительном падеже можно отличить от прилагательного в венительном падеже по существительному, к которому оно относится. Если существительное является главным членом предложения, то прилагательное, так же как существительное, находится в именительном падеже. И если же существительное является второстепенным членом предложения, то и прилагательное, которое к нему относится, стоит так же, как и существительное в венительном падеже. А наш урок, ребятки, подошел к концу. Берегите свое здоровье, мойте чаще ручки мылом и носите масочки. До свидания, до скорой встречи! Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Тема нашего урока – площадь прямоугольника. На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием, что такое площадь, а сегодня мы научимся находить площадь прямоугольника уже по формуле. Давайте посмотрим на экран, ребята. Учительница задала детям такой вопрос. Найдите, пожалуйста, площадь этого прямоугольника. В классе, ребята, мальчик поднял руку, и он готов ответить. Давайте посмотрим, как он вычислил площадь данного прямоугольника. 4 умножил на 3, получил 12. Давайте проверим. 4 квадрата составляет одна сторона прямоугольника, 3 квадрата составляет другую сторону прямоугольника. Если мы 4 умножим на 3, у нас получится 12. То есть мы можем сказать, что ученик ответил верно на вопрос учительницы. А теперь, ребята, посмотрите еще раз на экран. Учительница задает второй вопрос. Она спрашивает, ребята, а как найти площадь данного прямоугольника? Вот вопрос, ребята. Потому что вы не видите, что прямоугольник разбит на квадраты. Тогда было легко. Квадраты посчитали и получили площадь фигуры. А что же делать в таком случае? Но выход, ребята, есть. Итак, чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. Поэтому, если мы знаем, что сторона этого прямоугольника, одна сторона 6 сантиметров, а другая сторона 3 сантиметра, то чтобы найти площадь данной фигуры, мы должны длину умножить на ширину. Или одну сторону умножить на другую. То есть 6 умножить на 3. Площадь записывается буковкой S. S это площадь. Здесь записано, ребята, площадь равна 6 умноженное на 3 равняется 18. А вот, ребята, 18 чего? Это нам подскажет сторона одна и вторая данного прямоугольника. 6 чего? Сантиметров. 3 чего? Сантиметров. То есть длина сторон нашего прямоугольника выражалась в сантиметрах. Поэтому площадь, ребята, будет выражаться тоже в сантиметрах, только в квадратных. То есть записывается это вот так, ребята, сантиметр. И сверху в уголке циферка 2. Читается это как 18 квадратных сантиметров. Или можно прочитать по-другому. 18 сантиметров в квадрате. Что будет одним и тем же. То есть можно и так первым способом, и вторым способом. Это одинаково правильно. А если мы представим, ребята, что сторона у нас прямоугольника была не 6 и 3 сантиметра, а 6 дециметров и 3 дециметра, то тогда площадь будет равна 18, правильно, вы догадались, дециметров в квадрате. Или мы можем сказать 18 квадратных дециметров или 18 дециметров в квадрате. А теперь представим, ребята, что это не 6 дециметров и 3 дециметра, а 6 метров и 3 метра. То тогда площадь этого прямоугольника будет равна 18 метров в квадрате. Мы можем записать это 18 квадратных метров, а можем сказать, ребята, 18 метров в квадрате. Таким образом, вы сейчас познакомились с единицами измерения площади. А вот теперь вопрос, ребята, если длина и ширина прямоугольников неизвестны, только известно, что одна сторона А, а другая сторона Б, то как найти площадь этого прямоугольника? Мы уже знаем, чтобы найти площадь прямоугольника, нужно одну сторону умножить на другую, то есть ширину умножить на длину. Поэтому записывается это вот так. С равняется А, умноженное на Б. Давайте разберемся, что же обозначают в этой формуле буковки. С – это, ребята, площадь прямоугольника. Что такое А? А – это длина прямоугольника. А что такое Б? Б – это ширина прямоугольника. То есть прочитать эту формулу можно так. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. А теперь перейдем к заданиям, ребята. На страничке 102 есть задание номер 1. Вычислите площадь прямоугольника. Перед вами пункт 1, и здесь дан прямоугольник. Давайте посмотрим на размеры этого прямоугольника. Длина 9 метров, ширина 7 метров. Можем сказать, одна сторона 7, другая 9. Как найти площадь этого прямоугольника? Если мы помним формулу, то очень хорошо. Запомнили? Поэтому вычисляем, записываем. С равняется 9 умножить на 7. Если мы 9 умножим на 7, мы получим 63 квадратных метра. Почему квадратные метры? Потому что стороны прямоугольника измерялись в метрах. А площадь будет измеряться, соответственно, в квадратных метрах. Теперь перейдем ко второму прямоугольнику. Во втором прямоугольнике мы видим размеры данного прямоугольника. Они составляют 20 см и 60 см. Как найдем мы площадь? Чтобы найти площадь, мы должны одну сторону умножить на другую. То есть мы 60 умножим на 20, получим 1200 см в квадрате. Или квадратных сантиметров. Почему? Потому что стороны этого прямоугольника измерялись в сантиметрах. Площадь измеряется, соответственно, в квадратных сантиметрах. Теперь на страничке 102 есть задание номер 2. И первый пункт. Прочитаем его. Вычислите площадь каждой комнаты. Перед нами, ребята, есть план трех комнат. Мы видим гостиную, кухню, столовую. Точно такой же план вы можете найти в своих учебниках математики. И давайте выполним это задание. То есть вычислим площадь каждой комнаты. Для облегчения решения этого задания, ребята, я предлагаю вам составить таблицу. В эту таблицу мы внесем А – длину, Б – ширину, С – площадь и также комнаты. У нас есть гостиная, кухня и столовая. А теперь начнем заполнять эту табличку. Итак, давайте рассмотрим гостиную, ребята. Мы скажем, что одна сторона гостиной равна 8 метров, то есть одна стена. Вторая, ребята, сторона равна 5 метрам. Теперь, чтобы найти площадь, мы должны 8 с вами умножить на 5. Получается 40 квадратных метров. Так как длина и ширина гостиной измерялась в метрах, площадь будет измеряться в квадратных метрах. Теперь перейдем к кухне. Размеры кухни, ребята, 4 метра и 3 метра. Записываем. 4 метра, 3 метра. А теперь найдем площадь кухни. Для этого мы должны длину умножить на ширину. 4 умножим на 3, получим 12 метров в квадрате или 12 квадратных метров. А теперь перейдем к столовой. Запишем также размеры столовой. Размеры столовой комнаты, ребята, это 5 метров длина и ширина, хотя она здесь не показана, но мы видим, что ширина кухни и столовой одинаковая, составляет 4 метра. Поэтому, чтобы найти площадь столовой, мы должны с вами 5 умножить на 4. 5 умножая на 4, мы получаем 20 квадратных метров или метров в квадрате. Таким образом, мы с вами нашли площадь трех комнат – гостиной, кухни и столовой. А теперь перейдем ко второму пункту этого задания. Насколько площадь гостиной больше общей площади кухни и столовой? Поэтому от нашей таблицы я оставила только последнюю строку, где записана площадь данных комнат. И теперь, ребята, мы должны узнать, насколько площадь гостиной больше общей площади кухни и столовой. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, мы должны от большего отнять меньшее. Но сейчас мы с вами найдем, чему равна площадь кухни и столовой. Если кухня равна 12 квадратным метрам, а столовая 20 квадратным метрам, то мы сложим, а потом отнимем от гостиной. И получаем выражение 40 минус суммы чисел 12 и 20. Найдем сумму этих чисел. 12 плюс 20 будет 32. И от 40 отнимем 32, у нас останется 8 квадратных метров. То есть, отвечая на второй вопрос заданий номер 2, мы можем ответить, насколько площадь гостиной больше общей площади кухни и столовой на 8 квадратных метров. Перейдем к заданию 3 на страничке 103. В комнате длиною 5 метров и шириной 4 метра на расстоянии 1 метра от каждой стены постелили палас. Вы видите рисунок. Точно такой рисунок есть в вашем учебнике. Вы видите размеры комнаты и палас, который лежит по середине комнаты. Теперь прочитаем задание пункта А. Найдите размеры паласа. Как же найти размеры паласа, ребята? Если вы обратите внимание, то палас лежит на расстоянии 1 метра от одной стены и 1 метра от другой стены. То есть, если сейчас мы отнимем от 5 2, то получим 3 метра. Это будет, ребята, длина паласа. А далее, как найти ширину паласа, мы должны от 4 отнять 2, потому что точно так же он находится на расстоянии от одной стены и от другой на расстоянии 1 метра. То есть, с одной стороны метр, с другой стороны метр, получается 2 метра. И мы нашли, ребята, ширина паласа составляет 2 метра. Мы ответили, ребята, на вопрос пункта А. Нашли размеры паласа. А теперь перейдем к пункту Б. Нам нужно найти площадь этого паласа. Из пункта А мы знаем, что длина паласа составляет 3 метра, ширина 2 метра. А как найти площадь? Чтобы найти площадь, нужно длину умножить на ширину. Поэтому мы можем записать. 3 умножить на 2 равняется 6 квадратных метров. Это и будет площадь паласа. Мы ответили на вопрос пункта А и на вопрос пункта Б этого задания. А теперь, ребята, давайте подведем итог. Сегодня мы познакомились с тем, как находить площадь прямоугольника. И что такое вообще площадь прямоугольника. Я составила небольшой кластер. Давайте попробуем вместе со мной ответить на вопросы. Первый вопрос. Как обозначим? Как обозначается площадь прямоугольника? Площадь прямоугольника, вы, наверное, запомнили. Обозначается буквой С. Дальше, ребята, второй вопрос. В чем измерим? В чем мы измерим площадь прямоугольника? Площадь прямоугольника измеряется. Повторяем. Миллиметров в квадрате или квадратных миллиметров, сантиметры в квадрате или квадратные сантиметры, дециметры в квадрате или квадратные дециметры, метры в квадрате или квадратные метры, километры в квадрате или квадратные километры. Это единицы измерения площади. И последний вопрос, который мне хочется сегодня вам задать. Как мы найдем площадь прямоугольника? Площадь прямоугольника мы найдем по формуле S равняется A умноженное на B, где S это площадь прямоугольника, A это его длина, B это его ширина. А можем сказать одну сторону умножаем на другую. То есть по этой формуле мы находим площадь прямоугольника. Надеюсь, ребята, вы запомнили, как найти площадь прямоугольника, в чем измеряется площадь прямоугольника и с оставшимися заданиями на 102 страничке вы сможете справиться самостоятельно. А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!